Бюджет Хабаровского края на будущий год впервые за долгое время будет без дефицита. Об этом заявили представители регионального министерства финансов во время публичного обсуждения главного финансового документа края. Общественные собственные доходы, краевая казна формирует 33 тысячи юридических лиц и 28 тысяч индивидуальных предпринимателей. Вот согласно данным Минфина, больше всего в бюджет перечисляют 10 крупных налогоплательщиков. Среди них ресурсодобывающие, транспортные компании, авиастроительное предприятие, две топливно-энергетические компании, два пивоваренных завода и также банк. Только их вклад в казну составляет более 23 миллиардов рублей в год. Предполагается, что на будущий год доходная часть составит почти 114 миллиардов рублей. Из них свыше 40 миллиардов планируется потратить на социальную сферу. Это традиционно самая затратная часть расходов. Пока это предварительные цифры. Публичные слушания по будущему бюджету традиционно проводятся в открытом формате, чтобы жители края и эксперты могли задать вопросы и высказать замечания. В этот раз они касались, например, финансирования строительства жилья для детей-сирот, отлова бездомных собак, а также решения проблем обманутых дольщиков. Отдельный вопрос по госдолгу края. Большая его часть возникла из-за кредитных займов. По словам министра финансов, в планах поэтапное снижение госдолга с прошлого лета его уже удалось сократить с 59 до 55 миллиардов рублей за счет дополнительных доходов. Предложения и замечания участников публичных слушаний включены в протокол. Он размещен на официальном сайте Минфина, портале управления общественными финансами. Здесь можно следить за ходом работы над бюджетом QR-код для быстрого перехода как раз-таки сейчас на экране. Окончательно сформированный бюджет края рассмотрит и примет Законодательная дума. Как идет работа над главным финансовым документом, по которому предстоит жить нашему региону в ближайший год? Каким образом региону удастся сравнять доходы и расходы? Во всех вопросах будем разбираться с нашей гостьей. В студии Ирина Зикунова, председатель Законодательной думы Хабаровского края, доктор экономических наук. Ирина Валерьевна, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Давайте в первую очередь, наверное, с масштабных вопросов, которые, возможно, интересуют многих телезрителей. Каким образом все-таки формируется бюджет на предстоящий год и каким образом принимается бюджет? Можно прям главные этапы? На самом деле все начинается с очень ответственного и важного творческого практического процесса, который представляет собой прогнозирование социально-экономического развития. Ведь в основе формирования доходов лежат финансовые результаты субъектов предпринимательства, потому что речь идет о потоке налоговых доходов в бюджет. Важно определиться с показателями социально-демографическими, потому что это непосредственная аудитория получателей государственных услуг в системе здравоохранения, образования. Есть широкий круг подведомственных организаций, у которых есть определенные постоянные затраты, связанные с их содержанием, со штатом сотрудников. Поэтому вот первый этап — это то, что делает Министерство экономического развития. Это прогноз социально-экономических показателей, которые затем берутся в работу для того, чтобы определить доходную и расходную части бюджета. И здесь можно сказать, что для Хабаровского края есть своя определенная сложность. Почему? Потому что экономика края, как мы знаем, диверсифицированная. Есть сектора, которые ориентированы в том числе на внешнеторговую конъюнктуру. Ее довольно сложно прогнозировать по ценовому фактору. Есть своя специфика в планировании расходов, когда речь идет о реализации национальных проектов. Большая часть бюджета, свыше 80%, сосредоточена в реализации государственных программ. И это тоже практически прямое планирование мероприятий, которые должны быть учтены со своей спецификой на следующий год. Поэтому вот эта большая прогнозная и плановая работа, это самый первый этап, который выполняют экономические ведомства, а также впрямую считают все министерства, в ведении которых находятся государственные предприятия и учреждения, и связанные, соответственно, с этим затраты. После этого, когда проект бюджета сформирован, вы уже рассказали, да, проходят общественные слушания, начинается все с формального заведения документов, то есть как бы мы по комплектности принимаем в Думе документы и проводим комитет, он уже прошел 12 октября. А дальше мы должны выйти на слушание краевого закона о бюджете. И здесь, с учетом того, чтобы поменялись сроки рассмотрения федерального бюджета, краевой бюджет также будет рассматриваться несколько более быстро. Это будет два чтения, а не три, как обычно. Первое чтение, соответственно, комитет 19-го Дума 22-го, и второе чтение с окончательным принятием закона – это середина ноября месяца. Ну и надо заметить, чтобы не было, в общем, беспокойства, что уж так быстро, там всего два чтения, а не три. Законотворческая техника состоит в том, что после проекта ко второму чтению поступают поправки, готовятся перечни краевых адресных инвестиционных проектов, поэтому самое важное – второе чтение. Третье чтение существует практически для редакционной правки, то есть никаких принципиальных изменений в третьем чтении в законопроекты не заводится. Но все-таки, извините, Ирина Валерьевна, требью. Могут ли сами граждане что-то добавить или что-то убрать из проекта бюджета? Есть ведь общественные слушания, которые проходили, да? Что-то было принято в ходе них? Ну, на самом деле, общественные слушания, я бы не сказала, что прозвучали вопросы, которые могут каким-то образом очень сильно изменить бюджет. Дело в том, что, как я уже сказала, да, свыше 80% – это программные предопределенные расходы, это одно обстоятельство. Второй момент – есть очень большая часть непосредственных прямых затрат, которые связаны с неизбежными расходами по содержанию сети государственных и муниципальных предприятий и учреждений, собственно, с содержанием аппарата управления. Есть регулирующие нормативы, по которым формируются расходы на содержание органов государственной власти и так далее. Но я не могу сказать, что какие-то корректировки серьезные, оформленные с общественных слушаний, зашли в бюджет. Более того, ведь есть же правила изменения расходов в крае. То есть если мы выходим с какими-либо инициативами, которые предъявляют, скажем так, спрос на перемены в расходной части бюджета, они так или иначе должны проходить через заключение губернатора Хаваровского края, через работу непосредственно правительства. Но в любом случае общественные слушания имеют значение просто потому, что они отражают ожидания и на некую перспективу, конечно, должны быть приняты во внимание. А вот интересно, что по заявлению Даминфина, как мы уже говорили, бюджет на будущий год впервые с долгого времени будет без дефицита. А вот каким образом, интересно, удалось уравновесить доходы и расходы? И что это значит, в первую очередь, и для экономики края, и для, конечно же, жителей? Ну, на самом деле, я бы так громко не говорила, что это без дефицита. То есть дефицит очень скромно выглядит в сравнении с дефицитами, планируемыми в предыдущие годы. Они были где-то на уровне 7,5 миллиардов рублей. И это всегда потолочилось под норматив к собственным доходам края. То есть выше нельзя было, да? Да, ну то есть это был такой вот практически расчетный, ну такой вот предварительный, что называется, показатель дефицита бюджета, который, как показывало затем фактическое исполнение бюджета, не выходил на эту цифру. Как правило, исполнение утверждалось в половину, меньше этой цифры и так далее. То есть большой необходимости потолочить вот этот дефицит, ну кроме, может быть, красивого сопоставления исполнения бюджета и того, что планировалось до этого, в общем-то нет. В этом году бюджет выглядит очень реалистичным. Почему? Потому что действительно цифра дефицита – это около 500 миллионов рублей. И это действительно очень хорошее качество, я считаю, финансового планирования. Вот. За счет чего? Ну, когда у вас 114 миллиардов доходов, это всегда очень действительно большие цифры, и возможность найти резервы в больших объемах, она всегда очень хорошая. Поэтому, с одной стороны, с другой стороны, у нас весьма и весьма неплохая динамика по финансовым результатам деятельности предприятий. То есть это прирост хороший по показателям прибыли, это действительно опережающий на территории Дальневосточного федерального округа темп развития сектора малого и среднего предпринимательства. Это хорошая устойчивость, которую показала экономика края в ковидный период в силу своей диверсификации и завязанности на внешние рынки. Ну, внешние не столько там международные, в том числе и внешние по отношению к общему пространству Российской Федерации. Поэтому вот эти качественные источники приращения доходов с одновременным увеличением федеральных трансфертов, они, конечно, дают возможность нормально сводить доходы и расходы. А резерв какой-то закладывается, такая подушка безопасности на случай форс-мажора? Конечно. Бюджетным законодательством это предусмотрено. Предусмотрено, в принципе, создание нескольких видов резервов. Значит, есть резерв губернатора, есть резерв правительства края, есть резерв на чрезвычайные ситуации и резерв на повышение заработной платы в бюджетной сфере. Ну и, собственно говоря, вот общая сумма этих резервов, если их так вместе подбить, значит, она достигает примерно двух миллиардов рублей. Она даже, в общем-то, по резерву правительства Хабаровского края не достигает предельной величины, трехпроцентной, к общей сумме расходов. То есть можно было и больше резервировать средств. Но, опять же, это тоже хороший тон, не заливать под потолок средства в резервы, а целевым порядком на осуществление мероприятий социально-экономической политики планировать непосредственно и сразу. Когда уже будет сформирован окончательно? Бюджет, ну, то есть первое чтение есть, 22-го мы примем в первом чтении и 11-го ноября во втором чтении. Я думаю, что мы обязательно еще раз встретимся, когда документ будет уже окончательно принят. Спасибо вам большое. Напоминаю, что в гостях была Ирина Зикунова, председатель Законодательной думы Хабаровского края, доктор экономических наук.